В 1848 году сюда из Москвы прибыл миссионер и писатель Петр Леденев, который вскоре принял монашество и стал известен под именем Павла Прусского. Павел расширил Свято-Троицкий монастырь – важный центр духовной жизни старообрядцев Восточной Пруссии. Он управлял монастырем 15 лет, и под его началом Войновский монастырь пережил свой рассвет. Павел построил несколько новых зданий и основал библиотеку. В стенах монастыря архимандрит Павел устраивал диспуты на религиозные темы, в которых участвовали приезжие российские богословы. Иноки в монастыре воспитывали и обучали церковной грамоте детей, которых присылали даже из России. Кроме того, он основал близ Войнова женский монастырь. Одновременно Павел Прусский стал пользоваться громкой известностью во всей России в качестве вождя старообрядчества. Особенно большое влияние он имел среди староверов западных губерний Российской империи. В 1867 году Павел Прусский вместе с несколькими монахами своего монастыря перешел в единоверие, то есть признал юрисдикцию московского патриархата над старообрядцами, и вернулся в Москву, став одним из главных пропагандистов официальной православной церкви по разоблачению раскола. Между тем, старообрядческая община Восточного...